14 марта обязательно встаньте на порог входной двери вашего дома или квартиры и скажите эти магические слова обязательно привлеките и откройтесь изобилию достатку и благополучию вашей жизни почему именно так 14 марта друзья далее подробно в этом видео итак друзья 14 марта и по православному календарю в этот день отмечают день памяти святой преподобной мученицы евдокии святая была самарянкой по рождению жила она в леополе финикейском она была очень красивой милой и стройной девушкой но евдокия вела к сожалению грешную жизнь торгуя своим телом долгое время обеспеченные молодые люди женихи и поклонники приезжали к ней из разных далеких стран маленьких и больших городов ее интересовали только деньги и неудивительно что она спустя некоторое время стала очень богата и пользовалась почетом у местной элиты и власти города господь бог увидел грехи евдокии и захотел помочь ей и уберечь ее от больших мог и страданий и решил подстроить встречу и послал человека по имени герман который посетил эту местность в городе где жила евдокия когда они пересеклись между собой герман начал слуг читать священное писание и евдокия услышала строки из предсказания о втором пришествии христа и о страшном суде строки которые услышала евдокия очень смутили ее она поняла что увидела себя в его словах и что она та самая грешница которую ожидают наказание предсказанные в библии познакомившись с монахом евдокия узнала от него об иисусе христе о вере молитвах обычаях и а загробной жизни слова германа тронули и и заставили все осознать через некоторое время она стала на путь и истинный уверовав бога всем сердцем евдокия решила принять крещение все свои сбережения драгоценности и золото она раздала нуждающимся и приняла монашеский пострих ближайшем христианском монастыре евдокия остаток своей жизни посвятила подвигам поста молитвам вере помощи нуждающимся христианам и очищением души с годами она приняла начальственную должность в монастыре она кормила и одевала странников которые посещали монастырь и исцеляла больных своими молитвами и верой люди старые рассказывали легенду что святой дали такое прозвище потому что в этот день животным было свойственно пробуждаться ото сна и посвящив освещать о наступлении весны своими звонкими голосами еще одна байка была что прозвище евдокия или свистуньи было связано с тем что в ее праздник были сильные ветра и был даже слышен гул со свистом у людей на устах были такие высказывания насчет этого что откуда на евдокию повеет ветер оттуда он подует весной и летом или вот тена приехала свистунья старый народ даже приводил обряды в этот день святой евдокия они звали весну и говорили следующие слова весна красна что ты нам принесла красная летечка у гусятников уже начинались разговоры об охоте на гусей а крестьяне начинали молиться и думать об их будущем урожае искали землеробов и также помощь и нуждающихся не скроем что в этот день судили и о будущем урожая и погоде летом говорили что какова евдокия таково и лето заканчивались сроки так называемого зимнего найма и начинался нам весенний зависимости от погоды и условия они были естественно разные съев дакей до егоре или с евдокий до петрова дня считали что 14 марта начинают дуть весенние теплые ветра смотрели на дым который шел рекой из дымохода и говорили что с какой стороны в этот день дул ветер стоя будут ветра весной и летом если на евдокии шел снег то говорили что будет богатый урожай а если теплый ветерок дул в спину рабочим то значит будет мокрое лето ветер северной части говорил о холодном лете а ветер с юга или запада лето будет жарким и знойным если ветер дул с юга летом ждите много осадков северный ветер вещал о том что летом выдастся неприятно холодным смотрели также на поведение крылатых если ласточки прилетели говорили за ясное и теплое лето их встречались большой радостью готовили кормушки заранее чинили сковоречники насыпали окошки от хлеба прилета ласточек во все времена славяне ждали с большим нетерпением если грачи прилетели до праздников 14 марта лето будет мокрым и дождливым снег рано сходила и посев обещал быть грустным если на евдокии было холодно то скот нужно было кормить дополнительно еще две недели наши предки 14 марта привыкли сеять семена капусты на рассаду помидор и огурцов считалось что посаженные в этот день семена дадут богатую рассаду которая не испортит даже самый лютый мороз мужики в свое время подготавливали инвентарь к посевной и рассказывали басни друг другу пришли евдокии мужику затеи сок уточить борону чинить маленьких детей на евдокию умывали талой водой предки считали что это поможет им расти крепкими и сильными оттирали худобушку с болящих после мыли ею стены в доме девушки у которых не выходила забеременеть по народному поверью они должны были показать себя ярили богу который отвечал за любовь и плодородие на земле днем девушка должна была подняться на красную горку собой обязательно должна была иметь настойку из крапивы сокшийся венок из различных летних трав и цветов заплетенный прошлым теплым летом и три небольших веточки березы этот прекрасный венок из трав и цветов она должна была положить на голову красной горы землю а постередки ставили три ветки промеж лучин пропускала чарочку из той самой настойкой далее девушка срывала с себя одежду падала на землю и вскрикивала проходил обряд относительно быстро загоралась лучина закипала настойка девушка должна была кататься по земле вокруг после этого стоило выпить настойку одеться и пойти в дом где и ждал желанный муж с обряда на евдокия именины отмечали антон антонина евдокия место подготовьте сегодня 14 марта несколько приятных слов и поздравьте их с их именинами также у наших предков день 14 марта считали важным рубежом потому что он открывал новый сельскохозяйственный год и этот день каждый год был знаком прихода настоящей весны поэтому давайте вместе с вами 14 марта проведем простую практику не только откроем двери весне но и также откроем двери энергии солнца энергию роста изобилия благополучия потому что уже если вы посмотрите на деревья на растение весна начинает потихоньку заходить на наши земли начинает природа потихонечку просыпаться поэтому обязательно 14 марта возьмите в любое время когда вам будет удобно встаньте на порог вашей входной двери и скажите следующие слова весна идет удачу несет мой дом приглашаю изобилие достаток денежную удачу истинно да будет так после этого постойте еще немножечко у входной двери и после идите занимайтесь своими делами открывайтесь и весне открывайтесь развитию благополучию и достатком ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 14 марта 2022 года полному календарю друзья наши ждет сегодня с вами с вами 12 13 лунные дни растущая луна в знаке зодиака лев знаете сегодня наступил тихий спокойный день день победы мудрости над чувствами и умом это и день успокоения и величия духа день уединения покоя любви ко всему окружающему молитва этого дня вероятнее невероятнее всего бывают услышаны в этот день не будет энергетических всплесков вспышек негатива и проявлений темных сил однако и буйство фантазии агрессивному напору в делах сегодня тоже нет места это абсолютно гармоничный во всех отношениях день который приносит в душе умиротворения дух над телом а материально над духовный вот девиз этих лунных суток который призывает каждого человека обратить в свой взор внутрь себя проанализировать свою жизнь свои стремления и возможности сделать соответствующие выводы именно в такие моменты размышления приход к человеку озарением божественной истиной откровение может прийти даже тем кто считал себя глухим по отношению к космической энергии он найдет сегодня любого кто заботится о своем духовном самосовершенствование если кто-то будет пренебрегать этим советом будет продолжать думать и заботиться только о материальном благополучии позабыв о своей душе в самом скором времени все его чистолюбивые планы просто рухнут ведь истощенная и измученная душа не сможет поддержать даже самое сильное тело в трудные минуты поэтому сегодня 14 марта не допускайте спешки торопливости и суеты потому что это только навредит вам пусть все идет так как идет до поры до времени и не вмешивайтесь в ход событий что же касательно стрижки в этот день то подстригая волосы сегодня 14 марта вы рискуете нарушить порядок жизни что может повлечь за собой изменения судьбы не в лучшую сторону поэтому если вы посетите парикмахера и пострижетесь в этот день то вы рискуете не только испортить стрижку но и можете получить травму в ближайший месяц несмотря на все вышесказано этот день все-таки хорошо подходит для посещения салона красоты кератиновое выпрямление или химическая завивка по минимуму навредят вашим волосам что поможет им выглядеть хорошо исключение составит лишь те лишь те чьи волосы от природы сухие и тонкие оздоровительные процедуры это отличный выбор для сегодняшнего дня волосы получат нужные витамины и жизненные силы что способствует их улучшению окраска натуральными красителями привлечет деньги сегодня придумайте себе что-нибудь оригинальное на голове и такая прическа решит проблемы как в делах так и в любви сегодня не время жаловаться плакать и жалеть себя есть вероятность застрять в этом состоянии надолго плохой знак это разбитая прос посуда и жидкость которую вы пролили считается что это знак страдания и одиночества примите и проживите это состояние и она обязательно пройдет вот такой друзья но с вами день 14 марта 2022 года у нас с вами понедельник давайте вместе с нами мы с вами запустим энергию радости энергию изобилия и достатка в нашу жизнь помните о том что все зависит только от нас и даже если у вас в вашем регионе сейчас пасмурно идет снег или мороз сильно вы все равно радуйтесь включите хорошую музыку посчитайте хорошую книгу поговорите с лучшей подругой или сделайте то что вам действительно будет комфортно и хорошо